Итак, у нас последнее приготовление к прямому эфиру. Всем привет, на связи Руслан Захаркин. Хотел сказать, канал Захаркин Крипта, но нет, это мой инстаграм. Просто потом мы на ютуб тоже эту запись зальем. Ждем гостя, создателя криптовалюты ТТ Крипта, Павла Алешина, SEO Павел Алешин. Мы с ним обязательно пообщаемся, задам ему вопросы, касаемые его криптопроекта, и, конечно же, задам вопросы непосредственно про его опыт, про его личность, с какого перепугу мы должны ему верить и заносить деньги в его проект. Сами понимаете, все не просто так. Вот когда мы пообщаемся, когда мы поймем, надежный человек, ненадежный, тогда уже люди сделают решение, точнее примут решение, стоит ли инвестировать в ТТ Крипта или не стоит. Поэтому ждем Павла, я его сейчас подсоединю. Вы уже прислали свои определенные вопросы, также вопросы можно будет задавать по ходу прямого эфира. Я их обязательно озвучу, потому что незавершенных вопросов быть не должно в нашей жизни. Сейчас буквально всем отправлю, и мы начнем. Надеюсь, что вы все готовы. Итак, Павел Алешин уже отправил запрос на прямой эфир. Давайте посмотрим. Заходи. Как говорится, все абсолютно бесплатно. К чему у меня чешется нос? О, это к деньгам, наверное. Знаешь, раньше рука к деньгам. Привет, Павел. Спасибо большое, что решил выйти с нами. Привет, у нас связь. Привет, привет. Е, камон, камон. Вопросики-то уже люди подготовили к тебе касаемо ТТ Крипта, касаемо тебя. Давай не будем заставлять людей ждать. Сразу первый вопрос. Ну что, как у Дудя, короче, будем здесь? Как ты зашел в криптоиндустрию и чем занимался? И чем занимаешься конкретно? Прямо сейчас. Ну, смотрите, в криптоиндустрии сейчас поудобнее. В криптоиндустрии я с 2016 года вообще узнал, наверное, про крипту, про биткоин в сериале «Стартап». Кстати, все посмотрите, отличный сериал. Я просто там эти 10 серий посмотрел за несколько дней. Ну, просто невозможно оторваться. Я не понял, это что, реклама сейчас была? Реклама? Нет, это не реклама. Это о том, что как раз, как я, наверное, первое мое знакомство с криптой, когда я увидел, как ребята создают эту криптовалюту, продвигают ее, сколько там у них проблем было и так далее. Ну, а далее я стал работать в «Москва-Сити», знаешь, как анализировал разные активы на фондовом рынке. Там «Эппл», «ТС». «Москва-Сити»? Это где инфо-цыгане сидят? Ну да. Слушай, кстати, к нам присоединился трейдер Никола Никс, который тоже дал негативный коммент касаемый «Блокчейн Лайф-2020», так он тоже начинал свою карьеру непосредственно в «Москва-Сити». Вот, анализировал активы и потом как раз появилась крипта. Мне хотелось там одна, приехала работать девушка из Белоруссии, мне хотелось ее впечатлить, как-то удивить. Я думаю, возьму, конечно, что-то свое. И начал, изучил цифровое золото, книжку прочитал, посмотрел в интернете про крипту и дальше давай начал собирать лекции в «Москва-Сити», рассказывать про криптовалюту и так далее. Ну, сначала, конечно, было сложно, а потом уже сколько я стал работать и на Женю Назарову, вот я пиарил его фонд и так далее. То есть очень много. Ну, в основном у меня вся деятельность – это крипта, то есть другой какой-то даже не было. И действительно я стал уже и трейдить, и битфайнекс, и крипту и так далее. Поэтому опыт в криптоиндустрии у меня, конечно, большой уже. Я уже знаю, что, ну, проблемы, например, ICO-проектов, когда они запускались, вроде идеи очень хорошие, здоровские, но даже на биржу, например, монеты не выходили, хотя там годами они продвигались, и у них там, ну, такие были прям идеи. Все документы на блокчейн перевестили еще, ну, очень много было ICO классных, однако не зашли. Да и много других монет, которые вроде как и интересные, здоровские, много что обещали, но не пришли, поэтому я всех ошибки, на основе всех их ошибок, на основе вот того, с чем они столкнулись, я, конечно, уже решил создавать свою собственную криптовалюту. Ну, почему получается TikTok-то? Почему именно это социальные сети? И что из себя представляет эта крипта? Ну, прежде всего, это, знаешь, когда вот спрашивают, а что такое государство? Это земля, просто земля, леса, территория, или это люди, которые живут на этой земле, государство? То же самое и здесь. ТТ-крипта – это альянс, так скажем, комьюнити, состоящий из блогеров, причем из разных социальных сетей, это не только, ну, конечно же, акцент на TikTok, потому что это новая соцсеть, которая еще-то стала очень бурно развиваться, там уже миллиард пользователей, причем там за год буквально они набрали, они уже возможность ссылок сделали, то есть, ну, развивается социальная сеть очень сильно, и еще рынок этого TikTok, рекламы в TikTok еще не занят, то есть можно сделать. Но при этом я смотрю и на других блогеров, это из Инстаграма, то есть с тобой сотрудничаем, из Ютьюба, много крипто-Ютьюб-блогеров, которые уже конкретно прям принимают монеты. И вот сегодня Атин у нас даже выкладывает в чате, выложит на Ютьюбе ссылку на Ютьюб-видео, которое он сделал. Поэтому блогеры, мне нравится то, что они присоединяются, и мы рассматриваем разные, в том числе вот сейчас на блокчейне создают из нашей криптоиндустрии ребята в соцсети, которые мы тоже будем рассматривать и, возможно, даже интегрироваться туда. Поэтому это крипто, это комьюнити блогеров, это токенизированные блогеры, и вся вот эта их возможность, и все их подписчики, все их навыки, вся их реклама, которая, естественно, стоит денег, она токенизирована и превращена в единый актив. Ну и, разумеется, сейчас у нас каждый день присоединяются новые блогеры. Мы собираем их в одно единое целое, и они могут рекламировать бизнес. Ну вот мы уже зашли не просто там с лендингом, вот у нас ICO, и там собираем средства, уже зашли с конкретным продуктом. Сегодня это Telegram-вод, он очень удобный, кстати говоря, по принципу немного взят в DC-банкера, но при этом он довольно-таки удобный. И далее, конечно же, мы будем создавать очень мощную платформу, биржу блогеров, где будут блогеры из разных социальных сетей и с искусственным интеллектом, потому что, ну, я же сколько лет криптомаркетингом занимаюсь и понимаю, какие проблемы сталкиваются стартапы и компании, когда они сливают бюджеты, в том числе и на блогеров. Просто потому что под каждый проект нужно ТЗ правильно сделать, нужно идею, нужно понять вообще, сойдет ли эта аудитория в проект или не зайдет. И вот все эти данные, которые все это как в единое исследование собирается. И, конечно же, на этой площадке просто фактически, ну, какая, например, цель вообще крипты – устранить посредников. Некоторые пытаются, мечтают устранить банки, пока не получается. Мой такую глобальную цель я не сделал, что мы будем сейчас банки устранять и вот это все. Нет. Мы устраним посредника в виде рекламного агентства, которое, ну, накручивают 5, 6, там, 7 миксов к цене. То есть, например, блогер стоит 30 тысяч рублей, а они могут спокойно продать за 300. Сказать, у вас, например, блокчейн-проект, ну, значит, вам задорого, мы вам за 300 тысяч делаем, а блогеру дадут 30. Поэтому мы хотим устранить вот это все и сделать, чтобы искусственный интеллект на бирже, вот сама биржа блогеров, ну, в том числе наши креативщики, которые будут там работать. И сейчас у нас есть креативщики, то есть, если человек обращается к нам за рекламой, то ему, конечно же, сделают ТТЗ, идею и все это прямо оформят. Конечно же, каждый бизнес, он будет максимально экономить. Ему не нужно будет оценку рекламного агентства платить, ему не нужно будет вот думать, окинут ли кинет его блогер или нет, потому что кидало бы среди блогеров просто какое-то зашкаливающее. Нет, это 100% гарантия. Ну и плюс дальше мы тоже поговорим про стейкин, что теперь фактически рекламу за бесплатную можно делать. Отлично. Слушай, тут вот два вопроса было. Стас, мой сосед, майнер, ну, с Можайской районы Москвы, значит, на один из них я отвечу, на второй ты отвечаешь. Значит, первый вопрос был, на каком блокчейне сделана монетка? Ну, это понятно, блокчейн Трон, ТРЦ-10. А по поводу в чем отличие от такой монетки, как Битум, ты слышал? Это что-то ютубная какая-то история. Какая монета? Слушай, это надо в комментах смотреть. Сейчас, помахаю кое-кому. В чем отличие от Битум? Нет, такой монеты не слышал, я объясню, почему на Троне. Вот сегодня мне написали... А, да, объясни, да, объясни. И почему не ТРЦ-20? Представитель, например, Латокин биржи, мы, кстати, с ним тоже общаемся, ведем переговоры. И он говорит... Биттуб, биттуб, ладно, мы не знаем, короче, эту монету. Их представитель этой биржи сначала говорит, а почему вы не на эфире? Все же на эфире делают монеты. Да, почему не на эфире? Может, кто-то комиссию хочет платить? Он мне прямо сегодня пишет в Телеграм. Говорит, как же ты был прав? Потому что все жалуются, комиссия, сумасшедшие на эфир. Просто платить это невозможно. И уже все задумываются, надо бы, конечно, на Трон переходить, потому что в Троне-то комиссии... Ну, между Трон кошельками, там, да, Тронлинг, там же комиссии нет вообще, а так, если там другие кошельки, 0,1 Трон, это, по-моему, копейка, несколько копеек. То есть, ты можешь миллион долларов отправить, у тебя будет комиссия несколько копеек. Вот чем крут Трон. И, конечно же, для блогеров, так как у нас не только там, у нас прежде всего, это же рабочая монета, именно платежное средство для блогеров. Ну, и представь, что реклама у блогера стоит, например, 10 долларов. И чтобы отправить, купить рекламу у блогера, если на блокчейне эфириум это делать, то нужно 6 долларов платить комиссию. И блогеру, чтобы вывезти, тоже там нужно. Ну, это как бы полный бред. А на Троне это все одна копейка или вообще ничего, если через Тронлинг проводить. Поэтому Трон однозначно выигрывает. Ну и плюс у них очень сильный маркетинг у Трона. Он сам очень, Джастин Сан, любит блогеров. Кстати говоря, у нас Джастин Сан, так скажем, победил в одной акции. Ему бесплатно несколько блогеров делают рекламу. Это уже в Твиттере уже опубликовали на ТТ Крипто Твиттере. Уже очень куча репостов, куча лайков. Ну, отметили Джастин и Сан, он видел. Он по-любому откликнется. По-любому. На меня подписался буквально на днях Трон Фондейшн. Ну, это официально аккаунт Трон Валет у них там, да, 40 с чем-то тысяч подписчиков, именно англоязычный. Ну, мне приятно реально. Джастин Сан, короче, прикольный чувак. Вот. Ну, значит, получается, ты уже, в принципе, ответил на этот вопрос, но я все-таки хотел бы уточнить, на что будет сделана ставка? На пиар где будет эта крипта больше? В ТикТоке, в Инстаграме или все-таки на Ютубе? Какая из этих трех социальных сетей именно реальный трафик больше принесет? Кстати, очень много, да, было и вопросов, и даже и хейтеры говорят, слушай, вы будете пиариться в ТикТок очень сильно, а ТикТок там одна молодежь сидит, это глупые деньги и так далее. На самом деле у нас в ТикТок больше демонстрация. Понятное дело, что ТикТок это больше толпа. Ну, сегодня, особенно в России. Хотя в Америке, в Америке девчонки пиарят эти люксовые авто, Феррари и так далее, айфоны, поэтому, но если мы говорим про большую часть блогеров, конечно же, это толпа и акцент мы не делаем прямо пиар именно от этой крипто на ТикТок. То есть мы показываем, как можно делать там рекламу, например, вот социальным сетям, играм всяким, которые там на iOS выходит, то есть и так далее. Им это очень актуально, им это очень классно, где нужна толпа. Больше мы пиарим именно ТТ Крипто, конечно же, на форумах, на таких вот серьезных YouTube площадках и в СМИ. То есть вот у нас несколько изданий, готовят статьи на английском, одна популярная в Америке, там сайт новостной по крипте, Фридман Клуб еще и с Форклогом мы еще там ждем, тоже договариваемся. Ну и, конечно же, вот эти все издания, как традиционные, которые мы все криптаны читаем, это Bitcoin.com, CoinTelegram и так далее, потому что, ну, там можно и найти клиентов под рекламу довольно-таки много, которым как раз нужна вот эта вот толпа из ТикТока. И плюс, ну, опять же, в проект будут заходить умные деньги. Это тоже очень важно, потому что они будут держать цену на биржах. Хорошо, ладно. Окей, все ты реализовал, все хорошо. Джастин Сан получил свои подарочные монеты, короче, блогеры запустили рекламу туда-сюда. А каким ты видишь проект через год? Вот сегодня у нас что, 27 октября 2020 года, 27 октября 2021 года, ты уже не с нами будешь где-нибудь там на Багамах или что? Вот что будет с проектом и каким ты видишь свое будущее в этом проекте? Ну, через год, я думаю, что вообще у нас довольно-таки быстрый старт происходит. Вот уже на этой неделе, наверное, листинг на Номинекс, на первой бирже. Потом будут на другие, конечно же, на Coin.com. Они дали добро, Номинекс? Номинекс, да, уже основатель это подтвердил, уже даже у нас из комьюнити люди связывались с ним, просто, ну, чтобы уточнить, он уже дал всем добро, что идет интеграция монеты, ну, сейчас технические специалисты все делают, поэтому на этой неделе, ну, или в крайнем случае, там, в начале следующей уже можно будет потредить ее на бирже, причем эта биржа уже входит в топ-50. Очень хочу на нее сделать обзор, да, я слышал. Она хорошая, ликвидная, и она очень активно развивается, поэтому я думаю, что она на топ-30 придет. Но с нами точно она пойдет выше, с ТТ-крипто, потому что, понятное дело, что мы будем довольно-таки сильную рекламу делать себе. А что, я бы поторговал там, почему бы, нет, и не только ТТ-крипто. Там ведь много криптовалютных пар. Какие, кстати, пары будут с ТТ-крипто? Все наши мастодонты, БТЦ, Эфириум, ЮСДТ, или только ЮСДТ поначалу? Это сначала только ЮСДТ, а потом, наверное, еще Биткоин. Наш любимый Сейллоукоин, хорошо. Да, отвечаю на твой вопрос по поводу, что через год. Здесь очень интересно может произойти, потому что, ну, будет, во-первых, выпущена огромная вот эта биржа блогеров, при том, которой еще нет. Есть, кто-то спрашивает, некоторые говорят, вот есть какие-то еще, может быть, аналогичные что-то типа бирж блогеров? Нет, на самом деле нет. Есть ТикТок Маркетплейс, где можно у некоторых блогеров заказывать рекламу, но проблема в том, что на нем не отображены цены. Ну, во-первых, понятное дело, что там нельзя ни крипту пиарить, ни какие-то вот такие вот финансовые активы, но это все, это запрещено. Плюс цен нет. То есть, ну, нужно отправлять заявки, договариваться. Я как раз создаю биржу, где можно будет планировать бюджет. То есть, есть, например, 10 тысяч долларов на рекламу, и любой хороший маркетолог, он уже сначала, чтобы провести рекламную кампанию, он рассчитывает бюджет, какой у него есть, какой он хочет отдачу, и все это, чтобы запускать. И пока сегодня таких вот нет площадок, где можно это сделать. Поэтому она будет, я думаю, уже будет в начале 2021 года она запустится. Это первый момент. И второй момент, у нас токен монеты ТТ Крипта дает уникальную такую возможность, что это бартеров. Часто говорят, вот масса adoption в крипте. Опять же, как можно конкретно использовать монету? Не только там на бирже торговать, что еще, а конкретно использовать, применять. И вот ситуация с кризисом в экономике дает нам такую штуку, что мы можем рекламировать разные стартапы и проекты по бартеру. Как это происходит? Ну, например, человек выпустил видеоредактор, крутой, а на маркетинг денег у него нет. Таким образом, проект, он обращается к проекту, кстати, уже очень много заявок у нас. Он обращается к проекту, говорит, сделайте мне рекламу, пускай ваши блогеры сделают рекламу в ТикТоке, на Ютьюбе и так далее, осветите наш фоторедактор, видеоредактор, а мы его в видеоредактор интегрируем в вашу монету. И чтобы блогеры рекламировали, например, купи или подпишись на такую-то функцию, чтобы ее использовать, ну, для съемки видео и так далее, и оплати ее в ТТ Крипта. И таким образом, в течение года мы соберем очень много таких проектов, которые реально интегрируют к себе монету и ее будут использовать. И понятное дело, что если монета используется, если за нее покупают рекламу, если за нее можно что-то купить, даже пускай связанное с блогерством, с ТикТоком, в каких-то определенных маркетплейсах она интегрируется, то это уже здорово. Это значит, что она востребована. Ну и второй момент, конечно же, мы дадим блогерам карточки, ну, банкам, ну, как такие пластиковые карточки, чтобы они могли, получая там деньги за рекламу, к ним будет приходить монета, чтобы они не тащились на бирже и как-то там разбирались, торговали, а чтобы у него карточка была, он пошел в магазин и там что угодно купил. Ну, такие уже есть, поэтому такие будут создать не проблема, но все равно блогерам будет очень удобно. Так что через год я вижу определенную очень мощную инфраструктуру и, во-первых, много бирж и много площадок, где эта монета принимается, которая реально помогает бизнесу со всего мира и рекламироваться. Ну, и удобно и подписчикам, которые вот этих блогеров, потому что можно будет и там какие-то бонусы давать за подписку, разные там подарки и так далее. Ну, вот еще там есть несколько идей, которые я там держу в тайне, потому что они очень классные. Я думаю... Но ты все это не говори, да, не надо, не надо. Но скажем так по спойлеру, вот подписчикам, подписчикам блогеров, я тоже думаю, как сделать так, чтобы еще и не только блогерам и бизнесу было выгодно, но их подписчикам было интересно использовать монету. Поэтому есть такие штуки, которые будут очень интересны просто обычным ребятам, студентам, школьникам именно по использованию. Так что это тоже будет. Хорошо, хорошо. К нам, кстати, сейчас присоединились лучший светский репортер Ливан Тодо. Пусть говорят, да, хорошо. И на России на пусть говорят будут ходить. И один из лучших стоматологов Москвы, доктор Аро. Приветствуем вас, приветствуем. Ладно, а теперь поговорим об инвестициях. Блогеры, рекламодатели, окей. Нам, простым пацанам и девчатам, сколько можно заработать, там, как инвестировать, в чем наш интерес. Бычий тренд ждать, потом продавать, или какие-то там стейкинги, туда-сюда. Вот просто для простых пацанов объясни, вот плюс монеты какой. Как мы можем на ней заработать? Смотри, первый, здесь есть два таких этапа. Первый этап, у нас на пирже будут продаваться только те монеты, которые необходимы для развития. Ну, например, вот сейчас там нужно доплатить, да, Russian Tech Week, вот сколько будет форум, там уже звонят, все, давай, ну, чтобы мы там стенд разместили, я там как спикер выступал. Подожди, это в ноябре 2020 года, это вот сейчас будет, через месяц. Это вот, да, в ноябре будет большая конференция, там, Киеве, вот эти все, ну, там много можно будет под эту биржу, под нашу площадку, клиентов. Цена вопроса? Ну, это много, это я не буду цены. Хорошо, ладно, коммерческая тайна к базару нет, много так много. Я говорю о том, что у нас на биржу будут заходить только те монеты, которые необходимы для развития, то есть создание, там, собственно, кошелька, создание, там, биржи блогеров, вот этой большой платформы, конференции и так далее. Поэтому, на самом деле, монет будет на бирже довольно-таки мало. И мы здесь просто будем делать определенный восходящий тренд, потому что реклама, понятное дело, в СМИ, это все, вот сейчас интервью с одной очень крипто-блогершей YouTube, очень популярной в СНГ, в России. И реклама будет много, но при этом монет будет поступать на бирже мало. Ну, и, соответственно, площадок будет становиться больше, тоже бирж. И суть в том, что это однозначный восходящий тренд, но без каких-то пампов. Пускай там будет, там, в неделю, там, 5% рост и так далее. Чтобы всем было выгодно сидеть на стейкинге, это 10% в месяц, монеты поступают каждый день, сидеть и уже там продавать то, что вот как раз с пассивного дохода приходит, продавать еще, к тому же, цена растет стабильно. Потому что пампы, я знаю даже по себе, если устроить там памп, например, а я взял по 0,30, заработал определенные еще на стейкинге средства, по доллару я по 100% полетел бы продавать. Конечно же, для нашего, как все-таки стартапа, это не очень выгодно. Поэтому будет определенный рост на биржах. Но, когда будет достигнута вот распространенность очень сильной монеты, будет ликвидность, будет много бирж, коин, маркеткэп, для привлечения в маркетинговых целях. Самая лучшая вот такая рекламная кампания, это сделать некий аналог того, что было с DogiCoin. Когда все блогеры запустят флешмоб на ТикТоке и скажут, что вот такая-то монета, давайте поддержим. По всему миру у нас же есть, из Испании, из Нигерии, из США, Китая и так далее. По всему миру. И, конечно же, поднимут и очень круто в коин-маркеткэпе. И удержать причем мы сможем цену, потому что все это увидят. А это 3000 монет на коин-маркеткэпе, плюс еще крипто-кошляки, биржи. Всем же нужна реклама. Всем нужны новые пользователи. И, понятное дело, что они увидят этот вот эффект определенный. Увидят, что история с DogiCoin повторилась, только в гораздо больших масштабах. И, конечно же, начнут заказывать все еще очень активные рекламы и так далее. И поэтому капитализацию там можно будет тем самым удержать. Так что по заработку я могу сказать, что проекта перспективы хорошие, реклама хорошая, будет развитие идти. Блогеры реально присоединяются. Здесь даже объективно сказать, что здесь реально можно в проекте зарабатывать профит. Вот об этом, кстати, сейчас поподробнее. То есть, немножко о личном. Ты там что себе, гарем из тиктокерш сделал? Я видел даже, прости господи, монашку, которая пиарила ТТ-крипты. Или что-то там у тебя одни там девочки-блогеры. Ты сутенер, что ли? Ты что там замышляешь? Нет. Нет, у нас чисто деловые... Ты с кем-то там мутишь, что ли? Это твои девушки или что ли? Как там? Ну, вот просто аккумуляция у тебя идет именно блогеров, девушек, тиктокерш из разных стран, в том числе из России, из Братской Белоруссии. И вот даже вот, ну, монашка там была, я сегодня видел. Я офигел просто. Собрала чемодан, куда-то улетела. В Лос-Анджелесе. Да, да, типа того. Но тут в основном, конечно, в Инстаграме и на ТикТоке это больше женщины-блогерши, чем мужчины. Мужчины больше все-таки на Ютубе, Фейсбук, Линкедин. А вот Инстаграм, это, конечно же, все-таки пока там доминируют женщины по блогингу. Хотя у нас есть парень, у нас есть ребята, вот Чародея у нас фокусник, да, который там парень на ТикТоке. Есть еще вот этот Леша, который там полтора миллиона проснимал видео. Но с девчонками некоторые пишут, да, спрашивали мне на Фейсбуке, что, что, как вообще, как тебе, как тебе такой гарем. Но у нас на самом деле чисто деловые отношения, потому что я думал о том, что, слушай, наверное, круто встречаться с ТикТокершей, но что-то, знаешь, я смотрю на культуру того, что там происходит, этим монстрой, вот это все, по тому, как они ходят по всем этим стримам. Что-то как-то мне не хотелось, но, наверное, с блогершей надо лучше с обычной какой-нибудь девчонкой знакомиться. Ну, хорошо, хорошо. Кстати, вот к важному вопросу подошли. А что ты тогда в целом думаешь о современной молодежи? Что, не туда мы пошли? Не по советским канонам? Ну, это сложный такой момент по молодежи. Конечно же, я вижу очень много и в социальных сетях, в том числе в ТикТоке, контента, ну, кретинизма, так назовем прям объективно. Это тоже есть, имеет место быть. Конечно же, таких блогеров мы просто удаляем, не сотрудничаем с такими блогерами, потому что, ну, смысл рекламироваться у человека, который там жестит абсолютно. Даже у Мелстроя, например, я не хотел подрекламироваться и рекомендовать кому-то там рекламироваться, что за жесть, которая там происходит на его стримах. Он же сейчас и ТикТокер, в том числе, и этот Мелстрой. Поэтому, конечно же, молодежь нужно все-таки воспитывать, как вот Севастьяна Сергея. Недавно с ним зазванивался, вот с которым у нас был эфир на Ютьюбе. Конечно же, и многие от нас ждут, от нашего проекта, вот именно, знаешь, и взрослые инвесторы, и криптоэнтузиасты, у которых у самих уже дети, и они уже взрослые мужчины, они ждут, что мы будем нести определенную, в том числе, культуру в ТикТоке. Например, сейчас мы учим все-таки людей в ТикТоке, когда делать рекламу, говорить голосом хотя бы. Либо какой-то креатив, вот как Монашка там креатив придумала, либо голосом говорить, вообще рассказывать. Потому что многие заметили, когда я зашел в ТикТок, не могут сказать своими словами ничего. Просто показывают пальцем на буквы. Но это, конечно же, никому не понятно, такая реклама. Поэтому мы сейчас учим, ну, как-то харизме, чтобы харизматично человек блогерша могла сказать и что-то произнести. Ну и обдуманно это сделать, обдуманную рекламу. Поэтому какую-то определенную культуру, конечно же, нужно нести молодежи. И нужно все-таки в том числе смотреть на молодую аудиторию. Некоторые ее там как-то говорят, вот молодежь, зачем она нужна? Она ничего не понимает. Надо все-таки с ней работать. И для масса adoption, для криптоиндустрии она тоже нужна. Ее тоже можно направить на путь истинный, так скажем. Иначе это просто сделают крипто, эти всякие казино, ставки на спорт. Они же уже захватывают всю молодежь. Все блогеры сейчас пиарят казино и ставки на спорт, где, кстати говоря, заработать деньги нереально. Ну, практически в большинстве случаев. И они вот все туда прут. Поэтому, конечно же, нужно самим брать инициативу. Пускай они пиарят криптоиндустрию, криптопроекты, блокчейн. Сами приспосабливаются к этому всему, узнают. Поэтому это тоже очень важно, что если блогеров мы возьмем, криптоиндустрия возьмет себе блогеров, особенно молодых, то, конечно же, мы сможем реализовать ту идею для всей криптоиндустрии в целом, а это масса adoption. Что люди реально будут пользоваться криптокошельками, блокчейн с приложениями, соцсетями на блокчейне и так далее. Поэтому это очень важно, конечно. Согласен, согласен. Поэтому надо времена немножко менять. Больше эрудированности, чтобы люди читали. А люди сейчас почти не читают, поэтому пальчиками что-то показывают. Иди там на казино такое. Но это жесть, конечно, а не реклама. Кстати, ты у нас, говорят, писателем стал? Что-то написал? У тебя книги какие-то есть? Нет, писателем я писать давно уже. То есть я сейчас... Но ты книгу написал? Это реально? Да-да-да. Можно гуглить. Можно прогуглить. Павел Алешин, граф Солсбери. Там вылетит книга. Будет потом еще публиковано новое. Это бизнес книги или о чем ты писал? Нет, это литература. Это пьеса в стихах. Это как хобби такое у меня. Что вот там про поэзию. Конечно, сейчас я больше занимаюсь криптовалютами и так далее. Бизнесом и всем. Рекламой. Но как хобби, да. Тоже есть такое. Так, молодец. А у нас был от Стаса еще один вопрос. Значит, так, погодите. Как USDT, если вы на троне? Я правильно понял, что мы говорим про тезер, наверное, на ERC-20? Нет, ERC-20 нет. Эфира в принципе нет. Это же TRC-10, TRC-10 блокчейн. Вопрос про двойной проход по 2M блокчейн. Или вы с тезером на троне дружите? Вы дружите тезер и трон? Ты подружился уже с тезером? Вопрос понял? С тезером? Ну, у нас к USDT торговля идет вся. У нас в боте за USDT можно монеты покупать. Биткоин и USDT, да. Да. Не, а на бирже, на бирже-то USDT будет. Шлюз там какой-то открыли. Там, ну, биржа может предоставить, если монетка на блокчейне TRON, USDT? Наверное, в этом был вопрос. Ну, торговать к тезеру, да, конечно. Ну, да. Не, ну, просто я понял, в чем вопрос был. Там ведь можно в двух позициях с USDT работать. Там помни какая-то вещь. Тезер Троновский, конечно. Да, Тезер Троновский и Тезер ERC-20. Совершенно верно. В этом, наверное, был вопрос. Через что будет конкретно? Дело в том, что, видишь, сейчас биржа Троновский тизер не используют почти. Не Nominux, не Bitfinex, не Crack24. Ну, вот пока... Через ERC-20 в основном, да? Да, через него. Но я думаю, с учетом того, что многие жалуются на эфировские комиссии, будет больше бирж, который будет Тезер на Троне использовать. Ну, я тоже так думал. Потому что, блин, ну, знаешь, чтобы десятку отправить в эфир и заплатить там двенашку или пятнашку комиссии, ну, были и такие моменты. Мне, конечно, было очень жалко это платить. Ладно, вернемся к крипте. Значит, какие сейчас проблемы в криптоиндустрии ты явно видишь, явно замечаешь? Какой тренд идет негативный? Ну, проблема, знаешь, прежде всего в том, что действительно нет вот этого распространения криптовалюты, блокчейна на огромную аудиторию. То, что вот пошел хайп тогда в конце 17-го, начале 18-го года, действительно, многие интересовались и совершенно люди, которые даже не знали о криптовалюте, зашли люди, многие вышли потом, как-то вся эта крипта упала, обвалилась. Кто-то остался, но их очень довольно-таки… И как-то, знаешь, уменьшается количество людей, количество проектов становится все меньше. В основном начинают доминировать крипто-сетевые проекты, причем которые все вот из призма выходят, они начинают создавать свой, там, собственно, вот этот план, ну, вот это все, то есть многие знают, о чем я говорю. Это очень довольно-таки негативно, мне кажется. Сетевухи с ревкой, что ли? Да, сетевухи, рефералки, как бы это не самое лучшее решение. МММ? Мне кажется, что нужно все-таки, чтобы появлялись с одной стороны ребята, там, талантливые программисты молодые, которые посоздавали новые блокчейны, новые социальные сети, ну, новые какие-то программы, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы обычные люди использовали криптовалюты, не только на бирже сидели, поторговали или стейкали, получали пассивный доход, но реально использовали между собой, там, как-то торговали и так далее, ну, передавали друг другу, блогеры бы сам своим подписчикам отправляли бы какие-то подарки в виде криптовалют, конкурсы устраивали. Вот этого не хватает, поэтому надо масс-адопшн, конечно же, надо очень активно работать и я думаю, что ТТ-Крипта сможет выполнить такую миссию, как мы начнем первые, как через блогеров, качать криптоиндустрию в целом, криптовалютой и дальше уже подхватят другие, начнут тоже со своей стороны, со своих уже позиций аудитории рассказывать, работать с ней. И мне кажется, мы сможем прийти вот к этой вот массовой адаптации, о которой там ждем уже годы. Хорошо, ладно, уговорил, как говорится, да? Когда, где и по какой цене можно приобрести монеты ТТ-Крипта, а также где их лучше всего хранить? Хранить можно, мне кажется, лучше всего на Тронлинке хранить. Тронлинк Про, ты про этот кошелек приложения? Да, 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 Тронлинк Про. Тронскан, если ты с компа, нормально подойдет Тронскан? Да, 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 Тронскан тоже, но просто удобнее Тронлинк, потому что... Тронлинк Про, у меня есть такой, хорошо. Можно там хранить, приобретать можно либо в боте, но когда произойдет листинг, мы сделаем, уберем обменник, наверное, в боте и, скорее всего, будем ввести прямо сразу на биржу. Но здесь тоже посмотрим, что будет атака, приобрести можно в боте, там за USDT, за рубли и далее на бирже уже смотреть. Но на бирже не будет большого объема монет, выставленных на продажу, поэтому, конечно, по крупным покупкам это надо смотреть в боте, это надо, там, ждать определенного умы. Хорошо, вот ты как раз снял вопрос с языка. Прикинь, кто-то возьмет, там, 20-30 тысяч, может быть, даже 50 тысяч монет по цене, вот, которая вот сейчас преселовская, да, 0,3 доллара, 30 центов, короче, а потом захочет, ну, скажем так, выбросить такое количество монет на рынок, это же может вообще в любую сторону повернуть монету, вот, знаешь, вот у многих вот этот страх. Да что, что базарить, даже у меня страх такой есть. Но когда он возьмет по 0,30, он не захочет порвать по 0,20, вот в чем дело. Это понятно, хорошо, но он выкинет, ну, может человек выкинуть большое количество монет, и будет ли это плохо? Нет, люди, которые покупают монеты, конечно же, это только будет на пользу, если они будут и торговать, иначе ну, знаешь, 10 миллионов монет всего, и если все будут их держать на балансе, блогеры держать, инвесторы держать, рекламодатели держать, все будут держать, то он не будет тогда вот этого, вот этой активности, вот этой движухи, которая должна быть. Поэтому, конечно же, да, будет здорово, если все будут там и покупать, продавать, и рекламироваться своим там подписчикам, дарить блогеры и так далее. То есть, это все очень нужно. Крупный инвестор, который захотел бы, например, приобрести 50 тысяч монет, такую сумму, то ему, конечно же, лучше это делать на пресейле в самом начале. Вот, кстати, Рожервер что-то нас лайкой смотрит, посмотрим. У нас статья будет на bitcoin.com, посмотрим. Он же подписался на одну из блогеров, да? Ну, он, да, подписался, лайкает, как бы он все это знает. Интересно, конечно, на чем он будет делать. Вот, но суть в том, что... Пусть берет, блин, пусть берет, путь за bitcoin кэш, да? Какой валюты мы будем? Берет, берет, да, и держит, конечно же, на балансе, и стейкает, и потом уже трейдит, и так далее, когда большая ликвидность будет. Потому что ликвидность, конечно же, придет, и я думаю, мы и на долларе удержим потом цену, и на два, и так далее. То есть, это все, это все, конечно же, достижимо. Слушай, ну, 10 миллионов монет, это на самом деле не так много. Есть самые разные, как бы выразиться, криптовалюты, я сейчас не буду их называть, там где-то миллиард есть, где-то 100 миллионов, где-то 500 миллионов. Но 10, они же закончатся. К тому же, я знаю твои планы по Китаю, а прикинь, там на каких-то азиатских биржах бум произойдет, и монета закончится. А ведь напечатать новые нельзя, что тогда делать? Или ничего не делать, смотреть, как ты на ту зиму нам летишь? Больше миллиона монет выставлять на бирже. Ну, в общем, то есть, там будет даже 50 биржей, не будет больше миллиона. То есть, это все будет, они между собой будут торговать, трейдеры. Что в Китае, что в Европе, что в России, на разных биржах. По Китаю, да, у них сейчас как раз тренд, они в Гонконге, их ТикТок, вот эта, соцсеть выставила акции. Это же Байден сдержит, ТикТок и прочие компании. Да, и, конечно же, китайцам будет интересно и блогерскую монету купить, и акции соцсети, ну, такой портфельчик, конечно же, китайцам это интересно. Китайскому рынку эта монета очень интересна. Я уже общался с некоторыми китайцами, потому что... Единственное, я хотел бы выйти на Китай с уже готовым полностью продуктом, чтобы не биржа в Телеграм-боте, а именно такая вот крутая, уже мощная, там, с кошельками, со всем. С приложением? Да. Это криптовалет? Вот тогда можно на Китай заходить, выходить, и там будет, конечно же, жуткий спрос. Ну, блин, офигенно просто, конечно. Ну, знаешь, есть вот потенциал, но и хейтеры будут, что с ними делать? Или простишь, понять и простить. Все равно, знаешь, там кто-то на Ютубе пишет какой-то негатив, кто-то пишет на Фейсбуке. Ну, я же замечаю, вроде, знаешь, бывают взрослые дядьки, но какие-то обидки, может быть, за свои прошлые проекты или еще за что-то пишут. Я сейчас говорю без имен, но вот что ты по этому поводу думаешь? Ты сдерживаешь себя или, бывает, жестко отвечаешь? А есть ли смысл вообще в ответе? Нет, на самом деле я так даже больше для других, когда даже писали мне на Фейсбуке вот несколько человек, я даже больше для других, и из уважения перед другими им отвечал, совершенно там адекватно рассказывал про проект, что мы будем делать. Ну, да, были несколько человек, которые очень сильно критиковали, не слышали. Ну, и потом мне на блокчейн-лайфе как раз рассказал и Боев, и другие, что, ну, как бы это люди просто ранее создавали какие-то монеты свои, они не заходили, ну, никакого интереса к ним не возникло вообще. И, конечно же, им тоже видно, что... Я аж заплакал вообще, не могу, прослезился. Ну, им, конечно, обидно, что на Ютьюбе снимают ролики блогеры, которых они тоже знают, статьи люди пишут и так далее, обсуждают это везде. Им, конечно же, ну, немножечко вот так вот... Как так? Какие-то блогеры зашли, их там все обсуждают, они вот монету создавали, их не пошли. Поэтому такое имеет место быть, на это не нужно обращать внимание, на самом деле. Тем более, там, как-то эмоционально им отвечать. Нет, нужно заниматься своим делом, и, как бы, все это... Уже люди, которые понимают это все, видят, они это и оценят. Так, ребят, привет, что за монеты? ТТ Крипто. Интервью с создателем Сео Павла Алешина, если что. Привет-привет. Так, вот, Стас еще написал. Мы хотим аирдроп, а еще лучше начисление за пост хранения трона. А аирдроп ведь уже как-то был. Кто-то его пропустил, видимо. Да. Был аирдропчик небольшой. У нас дело в том, что только мини-аирдропы проводятся иногда, но у нас будет скоро еще один. Вот Манифест канал, такая, знаете, блондинка, она там все рассказывает про крипту, интервью берет. Да, я знаю, смотрел. В пятницу мы записываем интервью с ней для YouTube-канала. Кстати, они каждый месяц будут выпускать ролик на YouTube, мы с вами в Telegram качать. У них есть СМИ свою тоже там публиковать, им они идти. Вот мы с ним. Ты куда-то поедешь в студию снимать? Ну да, у них студия там хорошая есть. Мы будем в пятницу снимать там интервью, видео тоже про ТТ Крипто, про масс-адопшн. И вот когда выложат это видео, там можно будет провести такой мини-аирдроп. Ну, как мы тогда проводили, комментарии, лайк, поддержка и так далее. Хорошо, хорошо. Слушай, ну интервью это здорово, реально здорово. И, конечно же, мне кажется, вот эти вот статьи, они могут привлечь капитал хороший в ТТ Крипто. Именно статьи в профильных, там, Bitcoin Talks, еще где-то, ForkLog, он же считается одним из лучших, если не лучшим как раз. ForkLog в России номер один, да. У нас там идутся переговоры по статьям. О, ну я же майнер-технарь. Я же не крипто-информист. О, да, ты у нас уважаешь биткоины и эфириум. У тебя даже своя майнинг-ферма есть, Стас. Ты у нас уважаемый майнер, освоил эту профессию. И, между прочим, мастер спорта по жиму лежа. Так что тебе прямая дорога в ТТ Крипто. Будем качать ТТ Крипто. И банки качать, и ТТ Крипто качать. Слушай, еще такой вот момент. Вот стейкинг, да, в 10%. Окей, хорошо. А когда монет будет, ну уж слишком много подходить к критической массе, стейкинг будет ведь уменьшаться как-то, знаешь, геометрически, математически. Ты просчитывал эту историю? Ну, то есть, когда совсем уже будет много усерд. Да, смотри, он просчитан. Дело в том, что стейкинг, эти 10%, откуда они берутся? Они берутся от доходов, от биржи блогеров. То есть, на бирже блогеров есть комиссия. Комиссия там за то, что людям делают ТТЗ, идею и гарантию дают 20%. И вот половина выделяется как раз фонда стейкинга. И люди, которые, по сути, держат монету, они заходят, ну, как бизнес, связанный с блогерами. Получают от него половину прибыли. То есть, половина основатель, половина он. Это, в принципе, довольно-таки справедливая штука, интересная. И такой сам принцип, он, конечно же, здоровский. И это и мотивирует и комьюнити, в том числе. То есть, он держит монету у себя на кошельке, он получает профит каждый день, в итоге там 10% в месяц. И, конечно же, когда у него знакомый к нему приходит, слушай, мне надо прорекламировать свой проект и так далее. Кого он порекомендует? Конечно же, он порекомендует вот эту вот биржу блогеров, заходи, там крутая реклама и так далее. Так что это тоже очень здоровская штука. И эти 10%, они полностью вообще абсолютно, ну, как бы могут, имеют место быть и могут годами там начисляться. И все будет нормально. Что будет делать? Другие проекты, как я рассказывал, по интеграции в другие сервисы, там очень много всего. И все это будет весить доход, все равно будет идти в этот фонд стейкинга. Причем половина всего дохода, который будет от этой крипты генерироваться, это все туда в стейкинг идет. И люди тем самым смогут получать пассивный доход. Да, окей, хорошо. А что будешь делать, если, ну, вот мой друг тебе позвонит в определенный период времени, Марк, который из Фейсбука. Короче, ты будешь готов в случае чего продать компанию? Ну, вот продать, да, вот свою идею, задумку, ТТ-крипта, все свои наработки. Потому что, ну, ты сам понимаешь, есть киты, которые, ну, тот же самый Инстаграм, там еще что-то. Да, я, может быть, далеко вперед заглянул, но может такой момент настать, и может, ну, что значит может? Он настанет рано или поздно, да? Когда предложат тебе определенную сумму, скажут, вот возьми грязную зеленую бумажку, как говорит Владимир Вольфович Жириновский, но компанию отдай, что ты на это скажешь? А ты смотрел в социальные сети? Конечно. Миллион не круто, миллиард круто. Не, 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 там про другое. Когда они сидели в ночном клубе, вот этот Тимбернет, ну, Шон Паркер, Шон Паркер из Кенбергом, тот ему рассказывал, слушай, человек создал компанию Виктория Сикрет, она была стартапом, он ее чуть-чуть раскрутил, у него купили за 4 миллиона долларов. Через полгода она раскрутилась сама по себе уже еще и гораздо сильнее, потому что идея крутая, и стайл стоит 500 миллионов. Вот и как бы вот такая вот штука. Поэтому я считаю, что если ты что-то создаешь, то продавать это кому-то не нужно. Ладно, пересмотрю социальную сеть. Заходит, поддерживает проект, и берут часть вот этого всего, часть активов на себя, и это будет, конечно, здорово, а так нет. А какие биржи еще помимо Номинекс в этом уходящем 2020 году могут появиться? Ну, это надо смотреть. Лотокен, стекс, крест 24. Понятное дело, такие биржи из топ-50, не самые топовые, которые там, как Binance, но для начинающего проекта они самые такие вот, я считаю, подходящие. Потом, конечно же, дальше больше. Чем больше будет проектов открываться, когда вот эта биржа блогеров мощная, тогда уже нам нужно будет максимальную ликвидность создавать. Конечно же, там будем идти на китайские биржи, как Bitcamp, Hotbit, вот эти все, Bitfinex, которые в Гонконге. Ну, про Binance. Некоторые спрашивают, Binance, самая топовая криптобиржа, как она тогда, как она вообще. Сейчас появился, кстати говоря, какой-то человек, который предлагает по блогерам чуть-чуть с Binance посотрудничать, что вот, ну, зависит на бирже, но просто вот так по блогерам. Плюс, есть у нас определенный план по Binance, это есть топовые блогерши из Америки, как Лорен Грейв, который 50 миллионов подписчиков и так далее, у них раскрученные твиттеры, и в принципе, они так предлагали такую идею, что они устроят в твиттере флешмоб, когда придет время, когда придет время, когда все проекты будут там открываться, запускаться, устроят флешмоб, они попросят в твиттере напрямую чемпионат жау залезть монету, очень по-доброму попросят, это очень сильно распространится по сети, я думаю, что он им точно не откажет, поэтому на Binance и мы может быть даже в 2021 году будем. Ну, это самое главное. Так, снова от Стаса вопрос. Ну, так-то самое Tron Friendly это Bittrex и Polonyx. Да, Bittrex... Вот Bittrex я и сам там зареган, да, на второй нет. Ну, по Bittrex у нас есть контакт, да, то есть, ну, естественно, они сейчас прямо не хотят, вот, какой-то бартер и так далее, не хотят, чтобы мы занесли средства, но суть этой крипты ведь и в том, что в Bittrex, то есть, мы рекламу нам функционал, например, ведь с Nomenx... Блин, ну реально всем ведь круто будет, то есть, блогеры рекламируют биржи, туда, возможно, придут новые люди, даже невозможно, а точно, а вы даете возможность инструмент торговать на этой бирже и все, но некоторые, конечно, ставят определенные прям, мать их за ногу условия. просто для таких, как я понимаю, такие биржи, как Bittrex, Binance, Bitfinance. Я тоже понимаю, ничего плохого нет. Они хотят просто, ну вот так. Они хотят развития, они хотят развития, но сегодня у нас по бартеру, например, с Nomenx, и это очень здорово. Ну, Nomenx хорошая биржа, да? Да, и как для начала, это очень здорово, значит, уже проект работает, что биржи готовы по бартеру, Клотокин тоже, биржи готовы по бартеру лезть в монеты, то есть, мы не выкладываем деньги за лестинг, это очень важно. Блин, ну я прям очень жду Nomenx, уже хочется поторговать, как бы, да, со своей стороны окажу, конечно, безусловно, поддержку, больше нужно, конечно же, YouTube-блогеров, которые будут развивать направление ТТ-крипта, чтобы ты чаще выходил в эфир, тебе нужно тоже вести YouTube-канал очень так активно. Вот, и по поводу Скулкова. Я сейчас начал меняться в Instagram, очень большой трафик от иностранных блогеров теперь будут идти и на мою страницу, поэтому я тоже... Ну, значит, ты все-таки сутенер, я понял. Нет, просто некоторые... Ну, почему бы нет, если чистая бизнес-идея, а потом девочки, заходите в ТТ-крипта, да? Ну, чтобы, знаешь, больше блогеров найти иностранных, которые будут на бирже. Италию, например, Италию. Есть из Италии кто? Италии, Испания, Германия. Вот эти вот страны. Думаешь, в Европе зайдет идея? Или больше в Азии? Нет, в Европе, мне кажется, тоже зайдет. У блогеров, в принципе, блогерам интересно. Испанкам особенно. И ты знаешь, есть же еще вот многие монеты, говорили, как бы нам выйти на Латинскую Америку, как вот это сделать. Так вот, это решение как раз. Есть испанские блогерши, у которых миллионы подписчиков, они могут рассказать про это все. Единственное, конечно, в Европе больше нативная реклама, потому что они опасаются какие-то такие вот проекты рекламировать, неподтвержденные, но рекламируют. А где у нас только подтвержденные рекламируют? Наверное, в Гонконге? Где официально все это разрешено? Прям вообще, без проблем. Куда только ехать? В сегодняшний день в том-то и дело, что сейчас же у криптоиндустрии проблема серьезная с рекламой. Есть определенные кошельки. Ни в Фейсбуке, ни в Инстаграме. Ничего не заказать. На Фейсбуке, например, один криптокошелек рекламируется постоянно. Сразу банят. Разрешили криптокошельку от нам рекламироваться, но их реклама уже настолько сильно надоела на Фейсбуке, на Инстаграме, что я сначала по рекомендации от человека скачал его, но не буду пользоваться удалю, потому что они задолбали этой своей рекламой по объявлениям. А так вот для криптовалюты в многих площадках реально нельзя нигде рекламироваться. И вот только блогеры могут рассказать своей аудитории хотя бы даже нативно в этом проекте. И, конечно же, поднять его очень здорово. Поэтому блогеры, особенно многим криптовалютам, им нужны. А сейчас по таргетингу и тоже в самом ТикТоке нельзя. В ТикТоке же тоже есть типа как на Фейсбуке, как таргетинг, ты запускаешь видео со ссылкой, крутишься. Но там четко сказано, что криптовалюты, блокчейн-проекты, финансовые компании, фонды запрещено пиарить везде. Вот так что для крипты, конечно же, блогеры это очень круто. Это прям решение. Я думаю, все равно когда-нибудь мир придет к тому, чтобы как бы вот это вот все узаконить. Ну знаешь, чтобы все узаконили, чтобы не к этому пришло, у криптоиндустрии в целом должно быть очень сильное комьюнити, которое будет это все двигать и лоббировать. Когда крипто депутаты начнут реально выигрывать на выборах, не нужны в Госдуме агитировать за блокчейн всякие решения и так далее, законы. Хорошо, начнем с нижней палаты парламента. Чтобы у нас появлялись свои крипто депутаты, нам нужна очень большая аудитория, в том числе блогеры, которые будут поддерживать все это. Согласен. Так, вопрос. У Номинекс были тесные контакты с корпориторией. Будьте бдительны. Я так понимаю, какой-то проект, который там себя не оправдал. Ну а кто святой-то? Номинекс же не может отвечать за все проекты. Я так этот вопрос вижу. Может быть, какой-то проект зашел и он там, знаешь, соскамился или еще что-то. Вот обилие таких скам-проектов. Такого я там не видел. Ну что-то такое, да. Обилие скам-проектов, конечно, веру подорвало молодые стартапы, даже если они действительно надежные, интересные, там есть много людей. А, криптопия. Хрен его знает, слушай, Стас. Я не знаю, что такое криптопия. Я не был знаком. Я просто к тому, что сейчас очень много откровенных пермидосов и еще каких-то хренатений, которые действительно бабки отжали у людей, обещали им какие-то там золотые горы. Вот, например, эта крипта не обещает золотых гор. То есть, полномерный будет рост. А кто-то обещал стопроцентные какие-то иксы уже через неделю. И что? Был такой проект летом. Вегас стартанул, короче, и что? Семь дней Господь создавал землю, а на восьмой день Вегас хлопнулся. Вот что произошло, понимаете? Видимо, вопрос был о том, что, ну, блин, иногда на бирже бывают не очень даже как аналитик скажу, что надо просто прежде чем куда-то заходить, смотреть, а вообще возможно ли интегрировать куда-то монеты и возможно ли хоть кто-то использовать, чтобы кто-то ее использовал. Не только там ждали роста, пампа и так далее, спекулятивно, а чтобы конкретно он как-то в экономику интегрировался. То есть, это очень важно на это смотреть, если это есть, хотя бы какая-то аудитория, хотя бы блогеры, рекламодатели. То есть, это уже значит, что это есть, это значит, что за монеты какой-то фундамент она уже безопаснее, чем какие-то там сетевые и так далее. Короче, будешь спасать всех людей, которые хотят во всякие сетевухи заходить и пирамидосы с нормальной темой, да? Ну, у нас да, конечно, и по доходности у нас на самом деле все это выше будет, чем потому что некоторые в сетевухи заходили, ну и что? Сначала росло, все, потом падает, 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 и неизвестно даже вырастет и снова. Везде правила одно и то же. Вовремя зайти, вовремя выйти. Ну, потому что они же, видишь, сетевухи-то в чем проблема? Они же миллиардами эти штампуют монеты и рынок перенасыщен этими монетами, поэтому цена падает, но люди думают, что они разбогатели, но разбогатели-то они на бумаге, в компьютере у себя вот эти циферки видят, вау, я богатый. А как идет с обналом речь, да? Точнее про обнал. Идут на биржу или еще куда-то, ой, простите, а мы делистили эту монету, потому что она говенная была. Сколько раз я встречал такие истории. Мы делистием, и все. Ой, короче, Фаш, знаешь, честно, расстраивает меня вся вот эта вот история. Смотришь там на биржу БТЦ Альфа, какие там монетки были, которые даже, кстати, убрали уже. До сих пор есть некоторые монетки, которые, ну, скажем так, печаль и тоску наводят по тысячам российских семей, и не только российских, которые поверили там в крипту, которая была, как это называется, подкреплена-то землей, там, недвижимостью, еще чем-то. Ну, и разные, как бы, криптопроекты, где заработал мизер, а потеряло большинство. Поэтому у меня к тебе вопрос. Криптовалюта, это крипто. Она для большинства или для олигархата? Кто здесь заработает? Очень интересный вопрос, потому что недавно я увидел, я состою в некоторых чатах в DeFi, и там как раз высказывали, смотрите... Ты считаешь это мыльным пузырем, да? Да, я объясню. То есть, недавно появился проект, запустили, сказали, ой, смотрите, они за пару часов набрали полтора миллиона долларов, при том, что у них сайта нет, чатов нет, ни комью, ничего, но уже полтора миллиона долларов. Каким раком это все собирается? Потому что это все определенные фонды, которые раскачивают, они раскачивают это все, накачивают деньгами, дальше уже показывают СМИ, смотрите, проект растет, пампится, и чтобы люди заходили, и они как раз людям это все и продавали. Это проблема. У нас здесь совершенно все обратное. У нас здесь в ТТ-крипто вообще нет фондов, китов, этих крупных инвесторов, спекулянтов. Обычные люди, блогеры и так далее, которые видят там перспективы в проекте, заходят, и фондов нет. И таким образом, когда мы раскрутим эту всю монету, когда начнется вот это все движение, мощное развитие, как раз туда фонды зайдут, и фонды будут покупать монеты у обычных людей. Это будет, наверное, впервые в истории. Ну, такое было, знаешь, с биткоином такое было. Я в шоке. Ну, с биткоином-то, да, помню. Когда обычно не сажали. Я понял, да-да-да. Просто я в шоке от того, что вот создаешь какой-то нормальный такой проект, криптовалюту. И чем экологичнее проект, тем сложнее его запустить и собрать деньги. А чем он отстойнее и скамовее, тем он, типа, летит вверх. Вот, вот эта несправедливая жизнь, она даже в крипте есть. Неужели народ хочет, чтобы его обманули? У нас, эти две минуты осталось. Неужели народ хочет быть обманутым? Паша, спасти нас, спаси. Когда ограничены ресурсы, даже проще, потому что ты их очень грамотно распределяешь. Если бы сейчас в этой крипто залили бы 10 миллионов баксов, мы бы не знали, куда эти 10 миллионов деньги распределить. А так у нас все очень, ну, раз там саммит, раз там крипто-СМИ, раз там крипто-кошелек создания. Все, знаем, куда отправить и что создавать. Поэтому я скажу даже, что такое развитие без спекулятивного капитала даже удобнее. Блин, главное, чтобы не обманывали, да. Ну, дай бог, дай бог, чтобы эта крипта сейчас стартанула. Очень ждем первый листинг. Сейчас, понятное дело, можно приобрести монеты в рекламном боте ТТ Крипта. Все ссылочки, конечно же, будут в описании. Паш, спасибо тебе большое, что уделил время, вышел на публику, пообщался с моей, со своей аудиторией, с той аудиторией, которая посмотрит нас непосредственно на Ютубе. Подписываемся на все наши социальные сети. Еще раз, ссылки будут в описании, а также в закрепленном комментарии. Все, у нас осталось буквально 10 секунд. Ну что же, Павел, всем спасибо. Прощай. Дорогие зрители, всем пока, спасибо большое, что были с нами. Избегайте схамов и инвестируйте в нормальные проекты. Думайте своей головой, никогда не играйте кредитными средствами. Пока. Да, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok